И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать также в рубрику Трансфобзоры, где мы рассматриваем различных трансформеров, как Legend, класс, Deluxe и других классов также. И мы рассматриваем различных трансформеров, тех которых я естественно вам не показывал, да, так сказать, показывал коллекцию, но самих трансформеров я вам не показывал. Вот, как говорится, пришло время, и нужно постепенно вам показывать. Также можете писать в комментариях, кого мне еще, так сказать, рассмотреть, из тех, кого не рассматривал. Конечно, количество уменьшается, но все же еще есть некоторое, да, но сегодня мы наконец-то рассмотрим третьего Рекера, да, пришло его время также. А именно, Рекер по третьему фильму, трансформеры 3, темная или обратная сторона Луны, Автобот, Legend, класс, Роудбастер, под номером 14, Legend, класс, само собой. И что же у меня имеется? Конечно же, у меня имеется сам Рекер Роудбастер, и также имеется картоночка с инструкцией. Давайте все как обычно, по традиции, будем рассматривать мы картоночку, и картоночка уже, мы такую видели не один раз, уже очень много раз. Имеется инструкция, приклеена, конечно, уже вы понимаете, почему она приклеена, да, естественно, сделана в Китае. Значит, здесь представлен наш Роудбастер в виде робота вот здесь, в виде машинки, и машинка, она здесь, правда, хороша, красивая, в масштабе хорошо сделана. Ну и в виде робота также очень-то и неплохо, естественно, машина на SCAR, да, Legend, класс, автобот, все здесь расписано, написано. Ну и здесь мы также видели уже не раз, да, и коробочки были неплохие. Уровень сложный, конечно же, изи фасиль, легкие рекомендации от 5 лет, да, имеется, и ограничений, конечно же, нет. В общем, что, это мы рассмотрели, теперь пришло время рассмотреть нашего Роудбастера. Если говорить про цену, то уж точно не помню, покупался он где-то как раз в 2011 году, может быть в 2012 году, но, скорее всего, в 2011 году, когда фильм выходил. Да, и цена, если не ошибаюсь, может быть где-то 8 евро, может быть чуть меньше, больше. Какие-то брались без акций, какие-то с акцией, но где-то такая цена. Сейчас, если сравнивать цены, то немножечко побольше. Всё, теперь внимание на Роудбастера, если говорить какие цвета имеются, у нас имеется такой, в принципе, тёмно-зелёный цвет, имеется и белый цвет, имеется и красный цвет, когда мы будем его трансформировать в машинку, имеется и чёрный цвет, и тёмно-серый цвет, и, наверное, вот такие цвета имеются. Ну и, наверное, такой как бы голубой цвет, это если говорить про его глаза. В общем, вот такие цвета имеются, если так уж говорить, то фигурка-то уж неплоха в таком виде, честно, неплоха, хороша, как бы, ну, Legend Class, чего можно ещё здесь ожидать. Здесь он, правда, неплохо сделан, давайте повнимательнее всё будем рассматривать. Начнём, пожалуй, мы с головы. Голова у него вот такая, в принципе, мы видим у него есть такую, как бы, как кепку, что-то наподобие этого, ещё такие, как бы, как ушки, не ушки, но, правда, очень-то и неплохо. Мы видим такие, как бы, как голубенькие глаза, ну, так скажем, голубенькие, да, и очень-то и неплохо. Дальше мы видим, естественно, у него такой нос, возможно, и рот, но, как бы, лицо у него здесь имеется и очень-то и неплохо сделано. В фильме примерно плюс-минус что-то подобное было. Ну, а сзади у нас просто имеется вот такая картина и всё. Дальше, если говорить про туловище, то мы видим, естественно, переднюю часть машины и очень-то и неплохо различные здесь трубы имеются, да, двигателя и все прочее, наверное, что-то подобное здесь имеется. И это смотрится очень хорошо, интересно, цвета здесь, конечно, играют и, естественно, фигурка очень хорошо с такими цветами смотрится и всё это очень сочетается. Если говорить про руки, то, естественно, руки одинаковые, но если говорить про вот эту руку, да, у него здесь имеется пила. Чуть-чуть попозже, но руки, в принципе, одинаковые, симметричные. У нас имеется вот здесь принтик такой номер 88, имеется и здесь также имеется принтик. Дальше у нас такие имеются, такие, как бы, как пушки, стволы, ракетницы, так скажем. Имеется здесь у кисти колесо, оно крутится На ногах также имеется колеса, они крутятся, вращаются Означает, что можно машинку катать само собой Ну и эта рука такая же, только имеется здесь у него пила Естественно, ее можно пошевелить Это у него вот такое вот оружие, что очень-то хорошо Можно сказать, что у Лайтфода оружия никакого не имеется А у Топсмена также оружия нету Но если считать его руки как клещный и как бы как оружие, то возможно да Но у Росбастера здесь конкретно мы видим, что имеется пила Это большущий плюс Да, здесь кисть у него открыта, здесь закрыта То есть кулак и в принципе очень-то и неплохо Если говорить про ноги, то ноги очень-то тоже неплохи Конечно очень простенькие, ничего вау такого честно нету Но имеется у нас здесь серебряный автобот знак Очень-то здесь и неплохо смотрится, да, дополняет Естественно колеса у нас имеется Ну такие ноги, темно-серый цвет имеется, зеленый цвет имеется И как бы мы видим такую стопу И как бы стопа видна у нас конкретно, да И спереди мы видим и сзади И очень-то это хорошо Да, и как бы если говорить про заднюю часть, то задняя часть у нас что? У рук ничего, вау, нету, у ног также Мы видим, естественно, верх машины, дальше у нас перед, вот в таком виде мы видим, да, естественно, номер 88 Задняя часть также не плажа, конечно, здесь ничего особо рассматривать нечего Но как бы тоже очень-то и неплохо, и как бы машинка-то спрятана очень-то и неплохо, если так уж говорить Теперь артикуляция, голова у нас никак не шевелится, не крутится, тул еще, в принципе, так же Если говорить про руки, то они, естественно, вращаются в 30-60 градусов, потом могут вот так шевелиться Ну и как бы могут полностью вот так вот делать, да, но это нужно нам для трансформации Больше уродвижности не имеется Дальше, нога у нас поднимается вперед, может чуть-чуть назад, ну как бы даже не знаю Чуть-чуть, может даже вообще и нет, потому что нас мешает вот эта запчасть Конечно, можно ее, как говорится, отломать, сломать, только вопрос, зачем это нужно, да Дальше у нас шевелится вот здесь, ближе к стопе, так уж говорить, как бы не совсем колено Колено где-то вот здесь находится, это уже как бы сама, как бы как стопа Что-то в этом роде шевелится И как бы это очень-то и неплохо, и это, так сказать, во-вторых, нужно для трансформации Но, я видел комментарий, что вы хотите сделать такую тему, как, например, чтобы в одном обзоре были все три рэкера Пожалуйста, такая тема будет У нас имеется, естественно, такой прекрасный ротбластер У нас имеется, конечно же, ледфуд, да, такой яркий, красный И также имеется Топспин Вот наши три рэкера Если говорить в целом, иметь вот такую мини-коллекцию, это прекрасно Иметь троих, так сказать, рэкеров по третьему фильму, это супер Да, если будете вы иметь, например, троих рэкеров по серии Studio Series То вы их также можете взять, трансформировать в виде машинки А по серии Studio Series, например, в виде робота оставить Это вообще будет класс, потому что в виде машинки они все хорошо выглядят В виде роботов также очень-то и неплохо выглядит Например, ротбастер, я думаю, здесь, например, можно поставить на первое место Ледфуда, например, на второе место, Топспина на третье Да, вот как-то так примерно Но вот такая у нас картина имеется Вы хотели, естественно, мне это не трудно сделать Все, мы, так сказать, такую картину рассмотрели Теперь давайте мы странсформируем ротбастера Посмотрим, как он вылет в машинке И, естественно, рассмотрим, как же они втроем вылет в виде машинок Все, давайте мы их уберем пока что на время Да, и странсформируем нашего ротбастера Конечно, трансформация у него очень легкая Элементарно, ничего сложного нету Значит, нам нужно соединить, конечно же, ноги Потом, если я не ошибаюсь, можно вот так вот сразу же сделать Да, и перед машиной у нас, в принципе, готов Можно также, естественно, вот эту тему сделать вот так И все, у нас задняя часть машины будет готова И, как бы, руки мы делаем вот в таком положении Перекручиваем, да И, естественно, делаем назад Это также мы делаем назад Ну и, конечно же, пила Вы скажете, она же мешает Можно сделать вот так, вот так, и все Естественно, она мешать не будет Да, когда мы будем катать Сразу же вам покажу Вот, все хорошо Катается Ничего это не мешает Все очень суп Трансформируется очень легко Ничего сложного нету Трансформация очень быстро Приятная И вот у нас такая получилась В принципе, очень классная машинка Наскар Навороченная, имеется много всего У нас имеется спереди Здесь такая пушкенция Турель Имеется здесь у нас значочек машины Шевролет, да Здесь у нас такие открытые, так сказать, колеса Здесь у нас, в принципе, они закрыты Спрятаны слегка У нас имеются здесь такие, как бы, как ракетницы Да, и очень-то и неплохо смотрится Номер 88 Красный У нас имеются различные трубы И, как бы, это дополняет Перед у нас машины, так скажем, вытянут Имеется здесь часть двигателя Она видна И очень-то и неплохо смотрится У нас, естественно Здесь у нас стекла серебряного цвета То есть раскрашены И это очень-то и хорошо смотрится Конечно же, наверху также имеется номер 88 Автобот-знак у нас оказался здесь На спойлере И смотрится неплохо И спойлер вот такой Тоже, можно сказать, крутой, навороченный Вид сбоку здесь, в принципе, такой же, как и на той стороне Здесь есть про заднюю часть То задняя часть у нас вот такая Если не ошибаюсь, в фильме что-то примерно такое было И, как бы, да Здесь, естественно, все очень простенько Но, как бы, ладно Мы не будем же рассматривать всегда заднюю часть Мы, например, можем его поставить вот так И так машинка обалденно выглядит Либо, например, вот так Как-нибудь еще, да Но, если ведь машинка обалденная Если рассматривать низ, то, как бы, что Мы ног особо не видим Мы рук так же Только, конечно, мы видим здесь открытую кисть Конечно, мы еще здесь видим и туловище Да, и, конечно, видим голову Если бы это все было убрано и спрятано То подумали бы, что это просто такая прикольная Классная, навороченная, крутая машинка Ну, теперь давайте мы рассмотрим также Других рэкеров в виде машинок Ну и вот, решил за кадром быстро трансформировать И что у нас имеется? У нас имеются вот такие классные три машинки Да, если говорить про Топспина, то здесь мы видим просто такую гоночную спортивную машинку И ничего больше Не видим никаких пушек, стволов, как, например, было в фильме Но, как бы, я, наверное, понимаю, почему они решили именно так сделать Чтобы просто показать, что вот какая должна, так сказать, на Скаро машинка быть А на Раутбастере и на Летфуде они решили показать, как, так сказать, как в фильме Да, почему бы и нет? Хорошо Да, но если говорить, кто здесь лучше, Раутбастер или Летфуд Тут, правда, очень сложно Кому какой герой больше нравится, тот, так сказать, и побеждает Мне, в принципе, нравится и Раутбастер, мне и Летфуд, да и Топспин Я, как бы, тоже могу сказать, что очень-то прикольно Но всех троих иметь это будет обалденно и классно, шикарно То есть, если в целом говорить в виде машинок Они также хороши, прекрасные У Летфуда здесь имеется много всяких стволов, пушек, турелей И это очень хорошо смотрится У Раутбастера поменьше, может, имеется Но сама машинка интересная, крутая и, так сказать, отличается Да, ну а Топспин просто такая спортивная наскар-гоночная машинка И ничего большего Но, как бы, тоже неплоха То есть, вышел у нас вот такой обзорчик Давайте будем подводить итоги Ну и вот, наша банда в сборе И можно подводить итог Если говорить просто про Раутбастера Раутбастер очень хороший Классный, красивый Цвета сочетаются гармонично Переходы хорошие Если говорить про детализацию Все, в принципе, неплохо Тем более, эта фигурка очень маленькая Леджендс класс И, как бы, ожидать чего-то большего Но, я думаю, не стоит Но, она хороша в таком виде В таком масштабе Трансформация очень легкая Ничего сложного нету В принципе, можно даже сказать Что получаешь удовольствие В виде машинки Она хороша, красива Если говорить о других двух Рэкеров А именно о Ледфуде и Топспине То они также неплохи Если иметь, например, всех трех Рэкеров Это вообще классно То есть, можно сделать какую-то сценку Что-то повторить можно Да и, тем более, в коллекции иметь трех Рэкеров Это классно Шикарно И, блин, ну, они обалденный герой Я даже не знаю, что можно еще сказать Да, Топспин может слегка простенький Я соглашусь Но Ледфуд и Родбастер просто шикарны Все, вышел у нас вот такой обзор Надеюсь, вам видео понравилось И рубрика Трансфобзоры вам также нравится Не забывайте подписываться на канал Игру Плэйс Ставьте лайки, комментируйте Рассказываем друзьям Чем больше, все лучше И увидимся в новых видео И также в рубрике Трансфобзоры Так как мне есть, что вам показать Всем спасибо и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok